вот ребят подъезжаю городу мюнхен к месту разгрузки еще порядком ехать около 20 километров съезд сам город в мюнхен центр видите левее чуть знак прямо уйдем немного правее даже указано что грузовиком направо в объезд транзитный вот буду в пригороде мюнхена выгружаться 450 метров тримайся правой стороны съезжаем с автобана вернее уходим на объездное именно стим включил тут для фона немецкое радио у него с а вот авто посткорта стиль зверьте разговаривать ума нет нет это пока две волны ловит не знаю почему можно туда чуть дальше лучше будет цеплять что-то вот ребята сухой гендио посмотрите зря я да антареса траг ведь не сам мюнхен мосердинга выгружаться шик сал дело вас вас доброе утро ребята едем на загрузочку грузится будем сыром опять в очередной раз сам объект выдачи товара находится не дороге даже недалеко от города ульм я буду съезжать с автобана но думаю вам покажу сегодня рано утром стал чтобы вовремя загрузочки подъехать и стал выезжать вчера вечером думаю лучше с утреца раньше спокойно проеду сразу так сказать под рампу загрузят и поеду дальше ну вот ребята едем на молокозавод сейчас как да елки ты моталки да вообще жесть какая-то все раз чихался как включил камеру все у меня начало чихание честно тому подобное дело ребятки отъезжаем все скрипит что она мне так скрипит все где-то сама торпеда вот здесь вот снизу не могу понять сначала думал сиденье нет не сиденье оказалось где-то под торпедой все халина националку тут остается буквально сколько нам тут остается 17 километров до места в германии же автобаны автобаны да в основном но покажу вам немножечко такие национальные дорожки как живет народ поход что таких местах вот обочинах практически нигде нет можно было остановиться выпить кофейку посмотреть на все это на всю эту красоту подъезжаю ребят к месту загрузки запахло селом сразу чувствуется фермы в округе сейчас на объект приеду стекла помоют выезжал в темное время сутки со стоянки темно было уже налепились пасекомые лошадки тусуются я прям настоящая деревенька трактор осталось полтора два километра ребят осталось объекта и будем грузиться что делать с этим скрипом кто подскажет под панелью впереди кто пытается у вас грузиться пасеки что линия нет м с этой стороны въезд запрещен на территорию нужно будет нам с той стороны с кольца развернуться и заехать все понятно все ребятки буду в общем заезжать сюда не отвлекаться на съемку так как нам предстоит здесь загрузка ребят въезжаем загрузился я сырком греки ждут сыр с изнеможением вот загрузился там будем выезжать сейчас все стартуем держим путь на анкону в порт и там на паромчике будем плыть в грецию поехали ребятки в районе мюнхена двигаюсь смотрите лопасти у ветряка размером с мачту которая держит его первый раз такое вижу обычно это немножко по-другому вы видят будет байкер трехколесный обгонять смотрите какой и байкера вернее мотоцикл трехколесный что так у него скорость идет хорошо по германии еду такое радиосообщение где ремонтные дороги начинаются примерно за километр наверное предупреждение о том что нужно обратить внимание на дорожную обстановку сейчас видимо здесь какая-то работа будет проводиться на дороге так вот ребята все прям как у инопланетян технологии идут вперед в плане оповещения хотя у них уже давно я помню еще лет десять назад тоже здесь ездил были радиосообщения по-моему волна какая-то на радио настраивалась даже можно было прослушивать дорожную обстановку а вот впереди что-то делается отбойниками висит надбойник возможно меняют какие-то поврежденные ребятки застрял в пробке между Германией и Австрией переход в районе Зальцбурга стою в пробочке посмотрим насколько все это мероприятие затянется местное время 14.36 ребят пересекаем границу въезжаем в Австрию все кто так понял река которая была под мостом является самой чертой между Германией и Австрией въехал я в Австрию пробочка была сегодня выходной день все видать ездят с Германии на горнолыжный австрийский поэтому так много машинок собралось там еще дополнительно видимо какие-то процедуры по контролю ковида проводятся или может быть рекомендации не знаю пробка была вся из-за легковых автомобилей вот в Австрии часть-ка два с половиной нам пути и въедем в Италию вот и дальше по Италии в город Анкону через Венецию и в Анконе нас будет ждать паромчик до Греции вот такой вот маршрут незатейливый еду я уже по этому маршруту третий раз ребят да третий раз уже и он мне не перестает нравится не надоедает совсем эта дорога ребят есть на что смотреть что ребята наше увлекательное путешествие продолжается если не устану я никогда наверное снимать такие виды из окна немножко панелька вот эта шумная ребята ничего не поделаешься такой пластик тут три бежит на машинке уже пытался устранять эти скрипы но ничего не помогает едем в Италию ребята это Италия нас ждет а затем Греция в долине смотрите как красиво смотрится населенный пункт ущелье между гор помните когда въезжал в Венгрию Румынию там Болгария говорю о смотрите какие горы какие склоны мне казалось там тогда это очень красиво вот сейчас я здесь понимаю что вот они горы настоящие скалы скалисты австрийские горы горная речушка внизу течет ремонт дороги да кстати еду через ремонт ограничение 80 но мне эту скорость развить не удается 70 километров в час вся машина не тянет просто крутой подъем он так визуально незаметен но он есть погружены 20 тонн считается что там 90 километров до границы с Италией остается совсем немного и будем на месте вернее не на месте а в месте пересечения как красиво несмотря на склоны да все деревья растут вертикально под каким бы углом гора не находилась вот здесь или там вот где покруче склоны строго вертикально растут ровненько ни в кривь ни в косе как-то, как бы так, точно тянутся в небо как будто и по уровню сажали и потом в процессе держали пока не выросли так как надо так тут уже поспиливали немного прорядили елочки съезд на парковку на 71 надо запомнить чтобы знать на всякий случай ребята какая фантастика даже знаете кто открытками занимается не надо никаких искать пейзажей выехал сюда по австрии прокатился и нафотографировался на всю жизнь за один день за каждым поворотом шедевр красота такая и сгон да завтра будем уже в море вечером после 6 выплывем с италии сейчас пока едем по австрии и сгон красота ребята и и и и и Лепота, как в фильме, да, Иван Васильевич, меняет профессию. Что, ребят, встал на 45-ку на выезде с Австрии в Италию. В таком живописном месте. В принципе, Австрия вся живописная. В любом месте остановись, везде красиво. Вот сейчас я попью кофейку, заварю. И поеду дальше. Рабочего времени осталось-то совсем немного. Что у нас тут? 1 час 35 всего осталось вождение. Все, сейчас 26 минут закончится. 26 минут мы отстоим. Здесь отнимется, соответственно. И останется час 11 вождения. Тут уже, конечно, можно было бы и остаться здесь. И с утра стартануть. Сейчас тут большая воля не сыграет. А с другой стороны, хотелось бы въехать в Италию сегодня и там заночевать. Чтоб какой-то уже, не знаю, пунктик себе поставить. В Германии загрузился, Австрию проехал, в Италию заночевал. Так вот. Какие дела, ребятки. Городок Виллах, ребята, объезжаю. По-моему, так называется. Смотрите, на горе замок. Освещается, как солнце. По-прежнему Австрия. За сколько времени уходило у людей на постройку таких сооружений, в таких местах? Мне же интересно, сейчас оно действующее или нет, или как. Есть там что-то, музей, или может быть, кому-то оно принадлежит, кто-то там живет. Интересно, конечно. Будем в тоннельчик езжать. Я обычно в темное время суток здесь проезжал, я его не видел. Сейчас камни подзеланы. Красиво, ребята, красиво. Сколько ему лет. Века 3-4, наверное, стоит, а может быть и больше. Сейчас с этой стороны посмотрим, будет видно или нет. Да, видно. Вот, смотрите как. Окна где-то стоят, а где-то заколоченные стекла. Да, там, скорее всего, что-то есть, ребята. Смотрю, там терраса какая-то уже сооруженная. Ну что, скоро будем езжать в Италию. Съезд в Италию обозначен, смотрите, как на Вен дорогой, на Италию буковкой. И прорисовывается, как все хорошо, мимо не проедешь. Да, уже можно будет на парке скоро остановиться. Еще чуть-чуть и будем ночевать где-нибудь. Так, местное время 18.58 уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Я первый раз вижу, что так виноград рос. Он так, наверное, чуть выше пояса, наверное. Он его как-то заворачивает. Я не знаю, их потом расправляют, эти ростки или нет. Все без стебли. Он так и растет все время. Что, ребят, немного покажу вам Италию. Не автобановская, а такая же. Дорожки идут непосредственно через оживленную часть, где происходят действия, походы в магазины, покупки и так далее, и прогулки. В общем-то, где происходит жизнь обычных людей. Велосипедисты навстречу. Велосипедисты навстречу. Это кафешечки придорожные закрыты. Можно было бы продегустировать кое-что. Все, ребятки, въехал в Анкону. Двигаюсь в сторону порта. Да, погодка, огонь. Можно загорать. Все, лето началось. Сейчас бы на море. Корабль через... Так, сейчас у нас 14.25. Через 3,5 часа корабль. Блин, можно было бы прошвырнуться куда-нибудь. Время позволяет купить билет. Сейчас машину загнать в порт. Вернее, билет покупать не надо. Там все оплачено. Просто зарегистрироваться, пойти и все. Съехать и можно где-то будет прошвырнуться по магазинчикам немножко. Ребят, приближаемся к порту. Такие исторические сооружения здесь есть. Здание. Сразу видно, что ему за соточку лет. Порт. Что же у нас там за лайнеры ждет, интересно. Сейчас посмотрим. Прималдин, наверное, вот этот опять, который мне не нравится. Не дай бог. Сейчас вам, ребят, покажу, на каком корабле плывем. Анна Клаймс на таком поробчике. Испойдем в каюту, это уже мое, ребят, второе путешествие. Номер 7145. Что-то там нам загрузили. Видос, ребят, загружают, так сложно с интернетом, это просто... 40%. Скорость просто сумасшедшая, бешеная скорость, ребят, интернета. Я не знаю, может она на отдачу такая, на прием быстрее, но засада полнейшая с этим интернетом. Показать вам каюту еще разочек. Давайте. Такая же, как в прошлый раз, чуть поменьше. Стол я почему заметил по столу, стол меньше. Вот. Я в том свободно ставил ноутбук, садился, это что-то какой-то... там где-то вот такой стульчик, а вот столько побольше было, наверное. Удобно было тут. Что у нас, лестница, чтобы залазить на второй ярус. Шкаф пустой. Клон эвакуации из корабля. Инструкция, как жангет одевать. Телевизор. Вот это. Полки я не опускал, я даже не знаю, как они опускаются. Скорее всего, там кнопка нажимается, наверное, вот это в углу. Да. Ключик такой есть, и она опускается. Сами вы ее не опустите. Я смотрю, тут под трехгранник такой сделано. Так, чайки, она падает. У меня кроватки. Телевизор работает, смотрел. Про животных что-то, сейчас посмотрим, может, оно еще идет. Сонно еще, не проснулся ни фига. Вроде сходил позавтракал, опять 4 евро отвалил за завтрак. Яичница с беконом была. У меня здесь что-то сегодня другое что-то. Яичница с беконом, булочку и хлебушек. Ну вот, ванная. Так скажем, душевая с туалетом. Видите, они стаканчики как заматывают в этот стрейч, стрейчевую пленку. Вот такая вот она каюта. Вот этот раз два светильника, вытяжка противопожарная, разбрызгивает воду. Это датчик на дым. И колонка болтала вчера, блин. Сейчас, наверное, минут 20. Информация разная. Ну что, ребят, скоро прибудем в порт Игуменица. Греческий. Сегодня на улице прохладненько. С той стороны покажу. Смотрите, какой здесь зал отдыха. Рояль стоит. Сцена. Вот он-то всякий. Цвета музыка, видимо. На потолке. Вот такая вот комната. Да, вон. Мы с вами полюбуемся. Что происходит за бортом, ребята? Нормально? Собачки гуляют. Я в прошлый раз куртку взял, так на улице тепло было, когда плыли. В этот раз из машины вышел, ничего не брал в футболке вот так вот в штанах. Поэтому сейчас особо на улицу не решаюсь выйти. Прохладненько стало. Если не ошибаюсь, в этом месте граница с Албанией, в Греции. Европейский роуминг на эту страну не распространяется по бешеным ценам. Если телефон не выключите, ребята, с вас рука бабла снимает. Мне так рассказали. Поэтому на корабле ставим самолетик режим или выключаем вообще. Вид в противоположную сторону, ребята, из окна. Подходим уже к порту. Чувствуется, он сбавил обороты. Мередко наплывет. Думаю, через час или полтора будем съезжать уже. Смотрите, ребята, вдоль берега плывем. Поворачивает куда-то в левее и левее так заходит. Наверное, сейчас туда вот в такое ущелье нырнем. Ну, в образно я говорю про него. Не хотелось бы сейчас нырять, пока еще прохладно. Медленно сбавляет ход. С другой стороны я вам покажу. Медленно сбавляет ход. Такая тишина. Ночью так нормально плыли мотылиал оттуда-сюда. Хорошо так колбасило. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим, что там. Насколько холодно, проверим. Нужно было бы и позагорать даже, что я тупанул. Смотрите, какая красота. Продолжение следует. Продолжение следует.